Почти пять лет жители дома номер два на улице генерала Лебедя обращались в разные ведомства, чтобы им помогли очистить соседнюю балку от мусора. Камни, шприцы, бутылки и строительные отходы захламляют земельный участок между пятиэтажкой и гаражным кооперативом «Кипарис». «Я с 2019 года, вот я показывала документы, я с нашей администрацией активно переписывалась. Тут даже есть планы, что очистим территорию в сентябре 2019 года. Вот начало, где вот черный пакет лежит, да, убрали, а дальше мы видели сами. Дальше оно, как оно было, так оно есть. За эти годы просто оно увеличивается». Кроме того, перекрыта одна из дорог, ведущая к садовому товариществу «Тополёк». «Ну, в 2019 году, если помните, был хороший ливень. И вот эта порода, она с ливнем спустилась вниз и засыпала вот мой участок и последующий камнями, дальше подтопила водой, но вода ушла, а камни остались. Вот я на самом участке до сих пор эти камни ещё полностью не выгребла». С недавних пор эта территория закреплена за учреждением парка и сквер и следует из одного из ответов от Департамента городского хозяйства, полученного жителями. «Проблему мы знаем уже с 2019 года. Неоднократно жители обращались, и нами была предложена им программа в первую очередь провести субботник здесь, но жители не вышли на субботник. Мы видим, что эта проблема есть, мусор сюда жители сами свозят, сбрасывают. Мы сейчас видели, что прекрасно стоят пакеты чёрные с мусором». В муниципалитете предложили жителям вариант, который может остановить регулярное захламление земельного участка. «Мы им предложили собрать обращение с населением, посмотреть и подумать о том, чтобы здесь сделать сквер в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Жители соберут обращение, подадут заявки в органы местного самоправления, а мы со своей стороны постараемся внести эту территорию, если это будет возможность, в список для голосования по проекту формирования комфортной городской среды». «Мы знаем, что каждый год у нас разыгрывается программа для улучшения среды для жителей, чтобы здесь сделать парк. Люди согласились. Но в первую очередь нужно навести порядок и убрать этот мусор». Люди надеются, что после уборки этой территории новых свалок здесь появляться не будет. А чтобы это место в итоге благоустроили, оно должно победить в голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Но произойдёт это не раньше следующего года. Светлана Сличная, Елизавета Митрофанова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.